привет дорогие друзья наступило сегодня а это значит время изучать библию и библия является светильником для нашей для нашей ноги светом для нашего пути то есть она является реально тем чем бог руководит в нашей жизни нами и библия дает ответ на на реакцию на на все ситуации которые происходят и сегодня а в украине вы все знаете происходит страшная война военная операция гибнут люди россия украина донбасс луганская область и сегодня христианские чаты которые были созданы для взаимного назидания превратились чатой просто информации информация последних сводок о боевых боевых действий вот и сегодня многие верующие сказать свое мнение говорят мы говорят что мы против войны мы будем молиться но с 14 года ряду ряду пасторов украины в частности и зарубежья и некоторых пастырей россии на протестантской среде в большей степени недостаточно того что там церковь россии молится и в частности геннадий махненко 14 года уже выступает не только с критикой в адрес кремля вообще с большой критикой в адрес верующих христиан в россии особенно так называемой церковной знати вот лидеров религиозных такого пастырского состава он говорит что вы молчите вы не являетесь пророческим голосом вы должны облегчать кремль и очень много постов видео по этому поводу у него и просто нещадно поносит действий христиан россии вот и ряд большой ряд верующих конкретно его поддерживают вот и есть в россии те кто кто не молчит кто как бы вторит махненко и один из последних постов геннадия махненко это постарь из мариуполя он пишет что доброе утро россияне хорошего вам воскресного дня и отдельно моим коллегам священником прекрасных богослужений но я не знаю а библия говорит что мы все священники поэтому так в описании что мы все царственное священство разделять верующих вот на какие-то есть священники и остальное челядь которым служат священники но это еретич на самом деле ну да впрочем мы оставим эту вере смахненко сегодня не об этом и он говорит что обращаясь к россиянам все поете по воскресным по воскресеньям духовные песнопения не обращая внимание то что творит ваша страна в украине вечно молитесь своим богам и ваши боги все прощают вам несмотря на проливаемую ежедневно кровь от вашего имени в вашими войсками вашим правительством убийц лужицов и узурпаторов то есть здесь конкретно претензия махненко к россиянам потому что это она российские войска сейчас там в донбассе это российские войска производят огонь по аэродромом по прочим там точкам в украине вот претензия к россиянам и дальше он говорит ну продолжайте не отвлекайтесь от своего мракобесия от подделки под христианство то есть сегодня россияне в массе своей но не противостоят власти в контексте того что вот но зачем вы там трогаете украину и он это не настоящее христианство настоящее христианство как понимает пастор геннадий махненко это дно плечать реально ходить обличать путина кремлевский аппарат и так далее христианам нужно делать вот и дальше только помните если мы промолчим бог не сочтет нас невинными пастор мученик дитрих бонхёфер кровь проливаемая в моей стране на ваши на детях ваших то есть он здесь проклял на самом деле это де-факто это проклятие иисус проклял подобным образом говорят что да придет на вас вся кровь праведная у бро дно фарисеев пролитая то есть да будьте вы наказаны за всю за все убийства всех праведников пророка от от алila до сегодняшнего нуда до захария до убийства захарии вот да придет на вас наказание то это вид вид проклятие и здесь не будет что кровь и наказание за то что убийство происходит он Проклял христиан России, верующих России, что кровь за убийство Украины на вас и на детях ваших, что за это пусть пострадают и пострадают ваши дети. Так говорит Махненко, как сегодня реагирует? Действительно, может Геннадий Махненко прав, а может быть он не прав? Давайте рассудим, может быть российская церковь, российские верующие должны поднять голос свой, перестать молчать вообще. Или как вообще быть? Давайте просто на основании писания, ну честно, непредвзято, рассудим. И можно цитировать хоть кого, хоть Ницше, хоть он процитил пастора-мученика, да, и сегодня сравнивают российских верующих с церковью Германии, когда Гитлер укреплял свою власть, церковь Германии молчала, когда Гитлер начинал завоевание, церковь Германии молчала. И вот сегодня сравнивают российскую церковь Путина с Гитлером, а российскую церковь сравнивают с германскую церковь, которая виновна в том, что фашизм, нацизм вернее, он просто имел такой разрушительный урон по всему миру. Что говорят священные писания? Давайте рассмотрим Библию. И дело в том, что в первом веке, а мы читаем Библию и уже про создание церкви, про служение Христа и организацию, создание церкви, в первом веке, вот, в первом веке было много различных вооруженных конфликтов. На то время Римская империя завоевала значительную часть Рима, и многие районы, в которых апостол Павел нес Евангелие, в которых Иисус нес Евангелие, апостолы несли Евангелие, они были оккупированы Римом. Они были реально под оккупацией, под военной оккупацией Рима. Там или и там периодически вспыхивали восстания, и римская оккупационная власть подавляла эти восстания. Войн было много вообще в те времена. Вообще все римское государство, это было военное государство, основой которого была военная мощь, римская военная мощь. Де-факто правительство, от императора до различных прокураторов, это были военные полководцы. Власть была твердо, четко завязана с оружием, с вооруженным захватом и так далее. Это четко нужно понимать. И апостол Павел, давайте с него даже начнем, апостол Павел уверовал в Господа Иисуса Христа, став христианином, родившись свыше. И Павел уверовал антиориентировочно, если почитать, это 38-й год от Рождества Христова. В 38-м году уверовал апостол Павел. Как мы это рассчитаем? Во 2 Коринфянам 11.32 написано, что в Дамаске областной правитель царя Орета стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и сбежал в его рук. И высчитывая по документам, смотря когда правил в Дамаске царь Орета, мы понимаем, что ориентировочно Павел уверовал в 38-м году. Далее мы читаем хронологию событий Деяний, и нам нужно знать сейчас исторические даты, когда события, происходящие в книге Деяний, происходили. И мы читаем, что Павел уже вошел в определенное служение, и в Антиохии целый год собиралась церковь, и там апостол, лучше тогда еще не был апостол, а Павел и Варнава целый год собирались церкви, учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Это одиннадцатая глава Деяний. Вот, в Антиохии целый год учили апостол Павел, вот, и в те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособия братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. И мы здесь видим такой простой момент, что ориентировочно это год, когда апостол, еще не будучи апостолом, Павел и Варнава учили в Антиохии верующих. Это был сорок третий год от Рождества Христова, через где-то одиннадцатый год, пять лет после того, как Павел уверовал. А голод, который был, запомните, при кесаре Крааклавдии, это был голод сорок четвертого года ориентировочно, в то время правил этот кесаре. Вот, таким образом. И здесь интересный, важный момент. Какой этот важный момент? Римские завоевания. Император Клавдии, про которого мы прочитали, дело в том, что этот император не очень был такой авторитетный. И когда он неожиданно для себя стал императором, так получилось, он решил упрочить свой авторитет. А как? Посредством завоевания. Он решил завоевать Британию в то время, которую даже там сам Юлий Цезарь, который не смог там, ну как бы, возымить какой-то успех. Итак, дело в том, что в сорок третьем году, в сорок третьем году Клавдия организует огромную кампанию по оккупации, по военным действиям Британии. А римские легионы высадились там в Британию и начали убивать, начали атаковать. И эта война, это завоевание Британии происходило с сорок третьего по восемьдесят четвертый год, инициированная и вдохновленная императором Клавдия. И мы читаем, что церковь, уже в сорок третьем году начинается война, а Антиохия тоже под римской оккупацией, часть римской империи. И мы знаем, что Павел, римский гражданин, огромное количество, ряд целых текстов подсказывает, что Павел был реально римским гражданином. И мы читаем, что Павел пользовался своим римским гражданством защищать свои права. То есть, он говорит, меня римского гражданина там нас, римские граждан били, пусть выведут нас. Он пользовался правом римского гражданина, имел там гражданскую позицию. И мы видим, что церковь Антиохии собирается и начинается война в Британии в сорок третьем году как раз таки. И мы видим, что об этом как-то не упоминается, что мы видим, что церковь собирается, и там, допустим, даже Павел проповедует и учит против оккупации, против того, что зачем Клавдий на Британию напал. Далее, далее, в 44-м уже году приходят пророки из Иерусалима, пророки и пророчествуют от Бога Слова. Вдохновленные Духом Святым они пророчествуют, и никто о них не поминает Британию. Говорят, почему вы молчите, вы граждане Рима, антиохийцы, Павел, ты гражданин Рима, почему ты молчишь и совершенно не упоминаешь о том, что сейчас британские люди гибнут, и кровь британцев проливается. Оккупационные войска Рима оккупировали Британию, и кровь будет на тебе, Павел, и детях твоих, хотя какие у тебя дети, ты же имеешь обед безбрачия. И мы этого не видим, но мы видим, что предупреждает Дух Божий, что будет голод. Мы видим, что Клавдий начал войну и оккупацию, и пожал определенный голод на территории практически всей Римской империи, что и произошло вообще. В 44-м году об этом предупредил пророк Агаф, и спустя какое-то время это произошло. Вот. Таким образом. И ученики что сделали? Положили собрать какую-то помощь, и все. И вот это было важно для Духа Святого, обеспечение верующих, обеспечение братьев в различных регионах. Вот. Когда мы читаем послание к римлянам, Павел бежит гражданам Рима, будучи сам гражданин Рима, но в большинстве верующим в Риме, из которых многие граждане, Павел вообще ничего не говорит, там, что-то о каких-то завоеваниях. Ориентировочно послание к римлянам было написано в 58-м году. В 58-м году. И как раз таки в том 58-м году, с 58-го по 63-й год, началась Рима-Парфянская война, которая не то что началась, она продолжилась. Около там двух-трех столетий, еще до нашей Рима-Парфянской войны, как раз таки в 58-м году обострился конфликт, и началась яркая война, которая несколько лет длилась на территории тогдашней Армении, когда сильное Парфянское царство просто кровопролипно воевало с римским царством, и они убивали друг друга. И мы не видим, что в 58-м году Павел что-то говорит римлянам против агрессии римского, римского государства, против всего этого. Мы не видим. Хотя кто-то скажет, возможно, Павел, может быть, там, началась война через год, через месяц, да, там, в этом же году он написал, позже написал. Ну, возможно. По крайней мере, мы возвращаемся туда, в книгу деяний, и мы видим, что в 43-й, 44-й год, идет завоевание Британии, Павел и церковь почему-то молчит и не возвышает свой голос. Кровь британцев, как сказал бы Махненко, будет на них и на детях их. Павел уверовал в 38-м году, а до этого церковь несколько лет уже существовало, до того, как он уверовал. И ориентировочно все события с первой главы деяний по восьмую главу деяния, в девятой там Павел появляется, до девятой. Это события происшествия с 34-го года от Рождества Христова по 38-й. Четыре года. Четыре года эти события захватывают. Вот. И потом Павел уверовал. Мы не видим, чтобы апостолы тоже возвышали свой голос против оккупации Израиля, Иудея, Израиль, Самария, все регионы тогдашние были под оккупацией Рима. Мы не видим, что апостолы в своих проповедях говорили против оккупации Рима, против захвата Рима. Мы этого не видим вообще. Они вообще об этом не говорили. Мы не видим, что Дух Божий, наполняя апостол, через пророчество говорил об этом. Вот. Что, когда апостол на языках заговорили, то Дух Божий, диаметра глава, стал там говорить о великих делах Божьих и о том, что оккупация Рима это плохо, что Рим это оккупация, что все, кто молчит против оккупации Рима, кровь на них и их детях. Мы вообще не видим, что Дух Божий этим занимался. Вот. И далее уже, как я говорил, уже при апостоле Павле, уже при Павле, потом он стал апостолом, с 43 по 84 год Рим вел кровавую бойню там в Британии, оккупировал просто Британию, используя свои корыстные цели. Клавди свою авторитету проначивала, конечно же там из Британии, Британия поставляла, можно было там нажиться очень сильно и рабо, и рабы, и там охотничьи собаки, различные другие аспекты, которые можно было пожать с Британией. Вот. Далее, далее, более того, идет война в Британии, идет оккупация Британии, и мы знаем, что через 14 лет после своего уверования, в 38 году Павел уверовал, он идет в Иерусалим, и мы читаем Деяние 15 главу, Деяние 15 главе. В Антиохии разгорается спор по поводу того, что нужно обрезываться язычникам, не нужно обрезываться, и Павел с Варнавой и с другими братьями идут в Иерусалим вообще, и собирается большой собор, большое общение. Это уже 50, какое получается, 52 год. В 52 году война в разгаре, война, оккупационная война в Британии продолжается, люди гибнут из той и с другой стороны, собирается церковь, наполняется там духом святым, и рассуждает в Деяниях 15 главе, до этого в Антиохии рассуждали, потом в Иерусалиме. И мы не видим, что кто-то из них поднимает эту тему. Павел продолжает молчать вообще, как набравший рот воды, Варнава тоже, будучи римским гражданином, тоже молчит. Люди все молчат, никто не поднимает эту тему важную, что кто-то гибнет. Они в каких-то мелочах разговаривают, нужно ли как бы там обрезываться, не нужно обрезываться, они спорят, они и так далее, эти все вещи делают. Церковь прямым образом молчит вообще. Вопрос вот этой вот бойни на Британии, она совершенно не поднимает. В Деяниях в первой главе мы читаем еще, в первой главе, в 13 стихе, после воскресения Иисуса Христа, после смерти, а потом Иисус воскрес, да, когда Иисус умер на кресте, пришли в горницу Петр и Иаков, Иисус умер и воскрес, пришли в горницу Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Фома и Матфей, Иаков, Алфеев и Симонзиот, Иуда, брат Иаков. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. Хорошее слово единодушие, то есть это единое греческое сильное слово, вот, которое означает, ну, слияние, единство во всем, в мыслях, в желаниях, в мечтах, в целях, единодушно, одной душой они вмолились, вот. И кто там был? Там был Матфей, мы читаем, и Симонзиот, совершенно два разных человека. Матфей, который был проримский такой, это человек, который был мытарем, который заигрывал и просто был предан, лоялен римским властям, оккупационным властям, вот, который служил на Рим определенным образом, и поэтому был презрен еврейским народом. И Симон Зилот, а Зилот из апостолов был как раз таки из Зилотов. Зилоты это были еврейские верующие, евреи, которые были крайне националистически настроены. Зилоты означают ревнители, они были ревнители, они ревновали о том, чтобы избавиться от колониального режима Рима, свернуть режим Рима, чтобы Израиль был свободный. Они были, они устраивали, они превращались порой таких в сикариев, устраивали акты террористические, тыкали ножами, могли тыкать ножами римлян в толпе, могли поднимать восстания. Симон Зилоты это были крайне политически настроены евреи, настроены против оккупации Рима. И мы видим, что два человека становятся апостолами, два человека разных политических взглядов. Знаете, сегодня у нас есть различные взгляды могут быть, различные политические взгляды. Мы можем до конца не разбираться в политике, или хорошо разбираться, или заблуждаться, искренне заблуждаться в политике, но взгляды они у нас могут быть, а могут и не быть. Мы сегодня можем быть гражданами, как Павел, активными гражданами, использовать свои гражданские права какие-то, а можем где-то пассивными быть. Это как кто хочет. Но мы видим, что люди разных политических взглядов и Матфей, и Симон, и Зелот объединяются и становятся друзьями. Иисус учил, говорил, что вы друзья, мне и нет больше той любви, если кто душу за друзей положит. Он учил дружить. И мы два человека объединяются, и мы не видим, что Иисус каким-то образом учит там о политике, что и Симон Зелот с Матфеем спорят о политике. Мы видим, что Иисус как бы ушел от этого, что его царство немножко в других плоскостях находится. Его христианство, преподаваемое Иисусом, вообще оно как бы к политике ни касалось. Вы это заметили вообще? Вот. И я вернусь даже к Иисусу. Мы посмотрим на служение, служение Иисуса Христа. И к Иисусу приходили, и тогда были очень сильно политические волнения. Кто-то был за Рим, как Матфей. Кто-то был против Рима активно. И к Иисусу приходили, и решили искусить его. И принесли ему, это в Матфее написано, и даже в Луке, даже вот в Луке принесли ему, помните, про Динарии истории, спросили его, позволительно подать кесарю или нет. Я даже в Луке прочитаю, это в Луке написано, но до этого даже, смотри, какие там настроения были в Израиле, в Луке 13 главе приходит к Иисусу и спрашивает. Пришли к нему некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И так рассказывает ему история, когда Пилат это правитель оккупационной державы, которая оккупировала Израиль. И Пилат был назначен правителем от оккупантов. И Пилат, в общем, солдаты Пилата поубивали людей, галилеян, которые с жертвами пришли в Иерусалимский храм. Там в храме просто убивал, убивал людей, когда люди с жертвами, но перед храмом, рядом с храмом это происходило. Они привезли жертву, чтобы священники закололи, но он убивал вместе с жертвами их. И что Иисус сказал, как Иисус прокомментировал это политическое событие, этот диктаторский кровавый режим Рима и Пилата. Иисус сказал им, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорил он, но если не покаетесь, все так же погибнете. Мы не видим, что он выступает, ах ты Пилат, он является голосом Бога, как Махненко, как бы сегодня. Он выступает против кровавого режима Пилата, кровавого режима Рима. Этих вещей вообще не видим, то есть Иисус как бы не влазит в политику, он показывает на духовную причину о смерти. Он говорит, что если не покаетесь, все так же погибнете. Иисус не разбирает политические вот эти прения, конфликты, мотивацию политическую. Он смотрит в корень и в какую-то духовную причину, совершенно не трогая политику того времени. И уже позже, позже к Иисусу подходят, и в Луке об этом тоже написано, как и в Матфеи, и в Марке. И из Кушаева спрашивают его, а ну-ка скажи-ка, позволительно ли подать кесарю платить или не позволительно? Если он скажет позволительно, то скажет, ах ты подчиняешься римской оккупационной власти. Ты просто Бога предал, народ предал, ты продался Риму вообще. Это же оккупанты, это же просто агресса, он завоевал иудеи и многие другие регионы. Это убийцы, это кровавые люди вообще, и ты им подчиняешься, им подать давать, чтобы римское государство на этой империи еще на эти вещи, на эту подать закупало вооружение, что-то там развивалось. Ты мерзкий такой. А если он скажет, что ну не позволительно, тогда его могли обвинить, а он, смотри, не подчиняется кесарю, он и так далее, он бунтарий, и так далее, натравить на него римские власти. Прямой вопрос задали Иисусу о его политических взглядах, кто он, проримский или он, может быть, проиудейский такой зелот. И мы видим, что Иисус очень четко, он говорит, принесите мне динарий, чье изображение, отдавайте Богу, о Божье, отдавайте кесарю, кесарю вообще. Мы не видим, что Иисус открыл какие-то свои политические взгляды и так далее, и так далее. Все очень, все очень просто, все очень просто. Иисус не был политически настроен, вот таким образом, и не высказывал политических моментов, и вообще не проповедовал против оккупации Рима. Вопрос, почему Иисус, вот Магненко спрашивает, Иисус, почему ты молчишь? Ведь пастор-мученик там, во времена Гитлера, да, оккупации Гитлера, он сказал эти слова, а ты, Иисус, молчал. Почему Иисус молчал против оккупации Рима? Почему Иисус не противостоял оккупации Рима каким-то образом? Почему Иисус вообще ничего не говорил? Вот, и дело в том, что еще в первом веке были различные войны. Одна из них, кровавая тяжелая война, это первая иудейская война, восстание евреев в Израиле против Рима 66-й и последующие годы. И уже мы знаем, в 70-м году просто Иерусалим был полностью, огромное количество людей погибло, Иерусалим был стерт там с лица земли, храм иерусалимский нарушен, разрушен. И дело в том, что это восстание, восстание, иудейское восстание, которое описано Иосифом Флайем в книгах «Иудейские войны», «Иудейская война», чем оно было вызвано в 66-м году? Оно было вызвано притеснениями крестолюбивого правителя Гессия Флора, назначенного при Нероне вообще. Это был правитель иудей, который просто притеснял, давил авторитарно, тоталитарно сильно давил. И оно было, теперь внимание, оно было поджигаемо, это восстание фанатизмом ревнителей Зилота, вот Симон Зилот. Зилоты, они просто подняли это восстание, и оно охватило всю Палестину и даже другие регионы, Египта и Сирии, евреи восстали, началась полномасштабная война, огромное количество ажирб. Вот несправедливость правителя была, но была реакция, реакция восстания, приведшая к тому, что все полностью, Израиль был стерт, уничтожен, Израиль вообще не имел своего государства, вообще евреи были убиты, рассеяны. Вот, таким образом, дело в том, что Иисус во времена своего земного служения, да, в 66-м году мы находим послание Иоанна, допустим, которое в 90-х годах были написаны. К Павел тому времени, там, Петр, там, Павел, апостол, они уже были многие, большинство убиты к тому времени, когда эта война развивалась, иудейская война, не писали послания в то время. В 90-х Иоанн писал, Иоанн писал, кстати, апостол Иоанн писал, не в откровении от Иисуса Христа, и жителям Эфеса, это тоже под римским владением находилось, и Пергам, это Малая Азия, различные другие регионы, Фиатиру и так далее, Сардис. И мы не видим, что послание Иисуса через Иоанна было посланием политическим, против оккупации Рима, против возвращения аннексированных, оккупированных территорий. Мы не видим вообще, что Иисус с небес этим занимался, Иоанн этим занимался. Почему они молчали, я вообще не понимаю, скажет Махненко, кровь их вообще, этих людей погибших на Иисусе, на Иоанне, и на всех этих ангелах, которые приходили, вещали, тоже молчали об этом. Иисус предсказал восстание иудеев, которое было в 66-м году, по 70-е годы, он предсказал, и он говорил об этом, как раз таки о разрушении Иерусалима, о войнах. Луки, 21-я глава. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено, это произошло в 70-м году. И спросили вы учитель, когда же это будет, какой признак, когда это должно произойти? Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, войны, смятения, военные слухи, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тот час, конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство. Восстание народа на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, глады моря и ужасные явления, великие знамения с неба. Он предупреждает о войне, о военных конфликтах, о разрушении Иерусалима, он предсказывает. И что он говорит? Верующие должны подняться, должно быть политическое движение, которое противостоит этим вещам. Нужно формировать какую-то армию, отправлять капелланов, как Геннадий Махненко, чтобы нам противостоять. Готовиться нужно еще много лет до этого восстания, войны с Римом, еще много лет до разрушения Иерусалима. Давайте готовиться. Иисус не настраивает политических взглядов, не использует платформу веры, платформу христианства, платформу церкви впоследствии. Для того, чтобы проповедовать политические идеи, политические взгляды. Но Иисус подытожит в этой же главе, в 36 стихе, и даже ниже, даже ниже, до 36. Итак, бодруствуйте. Итак, слово и так в речном начинает вывод, следовательно, что делать дальше? Итак, бодруствуйте на всякое время и молитесь, чтобы досподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать предсына человеческого. Что делать? Быть политически настроенным, высказывать свое политическое мнение в церкви, как христианин, как от лица церкви. Церковь наша, церковь христиан в Коринфе заявляет, церковь христиан в Русалиме заявляет, что мы поддерживаем такого-то кандидата, мы против этого режима, этой политики. Да нет, молитесь, досподобитесь избежать этих бедствий, войны, конфликтов тоже избежать. Итак, что нужно делать? Молитесь. И Павел Типиш и Тимофеев во второй главе то же самое. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Что делать, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную? Молиться. Это не обязательно молиться, чтобы благослови на этого царя, этого президента, чтобы ему было хорошо. Можно молить, Бог, убери его, допустим, да, какого-то. Ты как избиратель, ты как гражданин имеешь право иметь гражданскую позицию, но не на платформе церкви. Ты можешь голосовать, не голосовать, ты можешь там, не знаю, устраивать какие-то, ну то есть, действовать политически как ты хочешь. Ты можешь делать все, что ты хочешь, что позволительно, совестью, там, словом Божьим, там, вот. Ты можешь это делать, но тащить политику в церковь, это Иисус не делал вообще. В церкви нужно что? В церкви возвращать молитвы за царей. Не обязательно, чтобы только укрепить этого правителя, этого президента. Да, власть, власть, это власть народа, у нас демократия. Высощающая власть в государстве, это народ, но она избирает там представителя, президента. Что делать там? Ты можешь молиться, чтобы, если ты против, я не хочу, чтобы Господь этот человек был, я против, я хочу вот нормального там президента и так далее. Но нужно молиться, а не высказывать свое политическое мнение. Чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную, без войны и конфликтов, нужно молиться. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Иисус спаситель, он умер за всех людей, он хочет, чтобы все люди спаслись. И от тирании спаслись, и от диктаторского режима, и от войн спаслись, нужно молиться. И чтобы даже эти диктаторы покаялись, спаслись. Вот таким образом. И мы видим, вот Иисус предсказал иудейские войны, он сказал, что нужно делать, молиться, а не политически воевать. Как раз таки политиканство, зелотов, вот это, вовлечение в политику, произвело то, что погибли многие. Они подняли восстание, и люди погибли. Огромное количество людей погибло. И сегодня различные верующие высказывают свое мнение. И знаете, церковь не должна молчать по будущей ситуации в Украине. Но как она должна реагировать? Критиковать там Путина, Россию, лезть в политику. Вот, да, вообще там, чтобы, во-первых, чтобы там разобраться в этой ситуации, это надо хорошо вникнуть. Это, знаете, вообще Писание что говорит? Что мы, верующие, мы можем судить. Но нужно, чтобы судить, нужно рассмотреть все это, все эти вещи. Полностью знать все за и против, рассмотреть все стороны. Вот. Но Писание говорит в 1 Коринфянам, 5 главе, что Павел пишет, я писал вам не сообщаться с тем, кто блудник, лихоимец, впрочем, не вообще вот с грешниками этого мира, потому что нам надлежало бы тогда выйти из мира. А не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником и так далее, лихоимцем, злодеем, убийцей и тому подобное, и тому подобное. С такими не есть вместе. То есть верующие, которые во грехе живут. И дальше он говорит аж, внешне, что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешне это неверующие, это правительство, это римские императоры, это президенты, это люди светские. Мы их не должны, церковь их не судит, понимаете? Церковь не может, я осуждаю режим Пиночета, я осуждаю грех неверующих людей и так далее. Да в смысле? Внешних судит Бог. Клавдий в Британии замутил вот это вот, раз голод пришел. Сам был осужден потом, да, в своей жизни и пред Богом предстал за суд. Внешних судит Бог. Не внутренних ли мы судить? Мы должны судить друг друга, верующих судить, а не вот эти все вещи какие-то. Судить там как Махненко, он просто человек превратился из христианина, в критик, того, кто критикует Путина. Это что? Это что? Христианство? Он судит Путин внешний. Вот. Таким образом. Внутренне мы должны судить. Но чтобы судить, нужно хорошо разобрать ситуацию сегодня. Очень хорошо. И мы просмотрели примеры, когда Иисус, он просто, ну, не Иисус, не апостол, не Павел, когда было море военных конфликтов, различных восстаний, различных кровавых столкновений, но не Иисус, не апостол, не Павел, они этого не комментировали, не высказывали политических взглядов своих вообще. И церковь должна сегодня, должна молчать, но должна молиться. Не молчать, а молиться. Но не говорить, не высказывать, не быть политически настроенными в ту или другую какую-то сторону вообще. Имей свои политические взгляды. Но в церкви встречались церкви и приходили верующие рабы, рабовладельцы, и римские солдаты, и иудеи, и люди разных сословий каких-то приходили. Ну и Христос объединял, Симон Зилот, Матфей, они объединялись во Христе и со Христом. Имея какие-то остаточные или яркие, может быть, или яркие политические взгляды, они имели. Но в церкви этому не было вообще места. Почему сегодня требуют, мы должны поднять свой голод, где это в Писании вообще? Тем паче мы говорим о военных конфликтах, там Британии, там британцы, но там явно агрессия на Британию, пошел Рим. Ну явно, понятно, агрессия и так далее. Вот, тут понятно. Что говорить сегодня, когда я, например, знаю лично людей, которые там в Донбассе, которые, которые, много людей, там сотни тысяч, там, не знаю, людей получили паспорта, жители Донбасса получили российские паспорта. Они за Россию, я знаю лично таких немало, которые, они за Россию, мы вот с Горловки, мы хотим, чтобы там, с Луганской области, мы хотим быть с Россией. Мы такие, пророссийские настроения, мы любим Россию. Много таких. Я знаю лично тех, кто из Донецка, которые уехали, говорят, мы против, мы не хотим, мы хотим, это Украина, Едино, Едино Украина, Шенеумерло Украина. Они такие проукраинские. Я такие знаю, из Донбасса знаю. И что теперь, как теперь? То есть, как быть теперь? Что делать теперь? Убивать там друг друга? Что говорит Писание? И Писание четко там говорит, что, когда царь Ровуам, царь Ровуам принял неправильное правительственное решение и отсоединилась полностью от Ровуама, весь Израиль практически отсоединился. И Ровам собрал войско, чтобы идти в войну, потому что так произошло, сепаратизм произошел, отделение произошло, то пророк пришел и сказал вам, не ходите, народу сказал, не ходите на войну с братьями вашими. Так получилось, это я так устроил. Происло разделение, и что нужно было? Убивать было друг друга. Но отделился там этот Донбасс. Что теперь убивать друг друга? Это тупик вообще убивать друг друга. Это тупик сегодня подначивать друг друга, чтобы уйти воевать. Почему? Это вам не Британия, когда Рим Британию захватил, британцы могли защищаться. Это даже не 41-й год, когда Германия напала. Здесь Львины больше, ну много, не Львинов, большая часть, мы хотим, чтобы Донбасс был с Россией, а другая часть, мы хотим, чтобы с Украиной был. И что теперь? И сегодня убивать друг друга? Не ходите на войну, не воюйте. Зачем сегодня, сегодня украинская церковь, давайте пойдем воевать, атаковать и так далее. В смысле вообще? Ну зачем это нужно? Зачем вы пойдете воевать? А твои солдаты, жители Житомира, так пусть им Львовской области, Прикарпатского региона, там, пойдут туда. Я знаю верующих, которые, я знаю людей, которые и воевали на стороне, там, ЛНР, ДНР, в виде подразделений, подразделений, ну, как бы, и они, там, местные коренные жители. Вот они, у них такой взгляд политический, у других другой, что теперь убивать друг друга, не ходите на войну вообще. Лучше не оставить, если вас нет, никто не может рассудить, не оставаться ли лучше обиженными здесь. Если вы ударили по правочнике, поставь Львову, отдай ты это, отнимают одежду, отдай ты вообще. Сегодня идут киевляне туда, в Донецк наши, воюют, убивают. Донецких ребят, там, жителей, ну, российских, которые, Россия там свой интерес имеет. Безусловно, политика, это всегда интерес, это всегда захватить что-то, это всегда поиметь для своего государства. Безусловно, это с ним никто не спорит. Ну, теперь что, убивать идти, что ли? Убивать друг друга, что ли, идти, или что делать? Ну, захотим, ну, хорошо, делились, ну, пускай, пускай, ладно, ну, пускай. Ну, это тупик идти воевать, ну, отдай вообще, отдай верхнюю одежду. Просто ситуация в Украине, она очень сложная. Нужно очень четко, хорошо понимать и истинно знать, как оно было, когда вот Майдан был, когда убрали этого правителя, когда вот это все произошло, дальнейшее развитие отделения Донбасса. Там много-много таких моментов, которые, ну, большинство из нас до конца не узнает, потому что информация, ну, то есть всей полноты информации мы не имеем, как оно было. Где какие спецслужбы, где как Америка участвовала. Каждая государственная, и Америка, и США, и Европа, все преследуют свои цели, все эгоисты, вы должны понять. Нет таких людей, да, он, знаете, рожденный свыше только, вот, природа рожденного свыше дарит тебе то, что ты жертвовать можешь для других, а так все ищут своего, вот, даже в церкви люди живут по плоти и ищут своего, Павел 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 Павел, все ищут своего. Поэтому, о, здесь различные моменты, и Европа, и Америка, все свои интересы, и Украина преследует свои интересы, и теперь это вся заварушка политика, и, а люди убивают друг друга. Да пускай живут, они, знаете, я понимаю, там есть жители Донбасса, вот, чисто Донбасс, да, Донбасс, или в Луганске, вот, в ЛНР, как бы, жители Луганского образа, и устроили бы там диспуты, и даже, может быть, там, как-то воевали, даже, это еще понять можно, там, да, за свою землю. Ну, здесь люди вообще с других, там, регионов, там, ну, вообще это непонятно. Вот. Вот. Опять же, опять же, повторюсь, у меня есть личное политическое свое мнение, вообще. Вот. Я не высказываю это мнение свое политическое, даже я здесь, я высказываю, я общие принципы. Не думайте, что я вот сейчас, то, что я говорю, это вот, ну, как бы, политические моменты такие, это что, вот, какое-то такое, ну, я настроен, допустим, там, в какую-то, в какую-то сторону. Я не говорю его здесь, я говорю его не на платформе веры, вот, и у меня есть свое мнение. Но здесь должна быть Библия. Не ходите на войну, не убивайте друг друга вообще. Все очень просто. Вот. Сегодня есть пастыри, которые, ну, высказывают, к примеру, Евгений Пересветов, который сам украинец, жил долгое время в Москве, в России, ставленник Сандея де Ладжи. Он высказывал мнение, вот, буквально вчера там, написал, что флаг Украины спастировал, и написал, «Если вы будете сопротивляться, кровь жертв будет на руках ваших». Это он цитирует Путина, когда Путин принял решение о спецоперации там на Донбассе, в НРДНР, то он сказал, что если не трогайте, не лезьте, иначе вы будете сами виноваты. И он цитирует Путина и говорит, что «такое я слышал два раза в жизни, в мои 13 лет, когда один негодяй пытался изнасиловать девушку и сегодня по телевизору». То есть он говорит про негодяяя одного и про другого. И мы видим яркую такую, без имен, критику в адрес Путина, что он против этого всего, против там войны. Я тоже там не за войну, я против там войны, кровопротив, безусловно. Вот. И здесь мы видим мнение о пастора Пересветова, который находится в Сиэтле сегодня. Ну и хорошо бы, ну молодец, ну как бы, ну даже Путина критикует здесь, да, как бы, сравнивая с негодяем, который девушку насиловал. Вот. Я снимал про Пересветова ролики, есть два ролика, совершенно секретно два, есть совершенно секретно три, где говорится про Евгения, когда он жил в Москве. Дело в том, что в то время Евгений был пастором московской церкви ХЦВ, и его ребята, которые сейчас сидят, один уже вышел, которые сидят за то, что они насилие в репцентре, людей насильно в репцентре на репутацию увозили, по вдохновению Пересветова, и Пересветов их кинул, короче, когда их взяли, он сказал, а я не я, я мимо проходил, это не я, они сами. И кинул их, и у ребят была претензия, вот, к нему презрительность, что он такой кинул. Вот, и я снимал это в роликах, можете посмотреть, там такие большие ролики достаточно. И Пересветов, когда был здесь, и это все видел, он просто, он просто заигрывал с властью, он просто, его ребята эти, которые в репцентрах были, они были все, они действовали в репцентрах, а репцентрах делали от имени Единая Россия, партии Единая Россия, они, с ним единороссы были, с флагами Единой России, проводили турниры по футболу, евангелизацию Единой России, и Женя их поддерживал, молодцы ребята, Женя, Женя сам здесь, как бы, активно мог участвовать, там, ну, приглашал власть, власть имеющих, Жириновский даже приезжал в церковь его, то есть Женя там просто, там, не знаю, маршировал, любил власть очень сильно и благословлял, благословенно, слава Господу, за эту власть в России. Вот, смотрите, пост Евгения Пересветова, который до сих пор сохранен, от 2 февраля 16-го года. Конфликт в Украине начался в 2014 году, да, вот эти все события. В 2016 году, Евгений пишет, цитирует Владимира Владимировича Путина, постируя его фотографию просто, и цитирует его там для общего назидания. Тогда Пересветову многие писали, почему ты, как украинский человек, пастором о с кем молчишь, почему ты свое мнение не выскажешь, не выскажешь. И Евгений, знаете, он говорит, я не знаю, я не высказываю. Он вообще не высказывал мнение про Украину. Он не высказал мнение, да, а более того, он Путина цитировал. Уехал в Сиэтл и начал, короче. Это о чем говорит вообще? Это о каком лицемерии, низости человека говорит вообще? То есть, когда был здесь, заигрывал, уехал, такой там его, ну тогда вот меня выгнали, вот меня, и тогда я буду говорить. Тогда вот сравним Путина с насильником. Это вообще, ну это мерзко, это низко, это говорит, что человек просто ищет своего, человек просто лукавый, человек просто корыти свое ищет, просто лицемерный, двуличный человек. Вот таким образом, вот таким образом, и один из пасторов протестантских, ну епископ его называют, епископ Андрей Матюжов, это тот, который постоянно, он, да еще дядюшка Радкин есть, такой Альберт Радкин, который высказывает мнение свои против внутророссийской власти. И Матюжов, он открыто выступает против российской власти, это такой новопоколенец, в общем, Ледяева следователь такой определенный. И он открыто, открыто, как бы критикует. Посмотрите, недавно его, знаете, я снимал ролики, у меня ролики есть про Матюжова, где он просто, ну про Матюжова, который пьянствует. Человек, который пьет водку и коньяк до пьянючего состояния, да просто вбрыз, просто шары заливает в хлам, вот такие выраженные простительные движения. Просто до поросячьего визга, он просто нажирается годы уже, его уже ловили пьянючим за рулем, и прав лишали, его уже, многие об этом знают, я ушел, я со многими общался, ушел из, потому что он бухает, и не только он, его там окружение, он просто пьет коньяк, не просто спиртные напитки, а коньяк и водяру заливает в себя. Вот этот человек, который тоже высказал свое мнение утром, когда начались боевые действия, операция там в Украине, вот, он еще проснулся, еще видать ночью так сильно бухал, пил, что утром еще пьянючий записал вот это обращение, которое вы сейчас посмотрите. Итак, обращение по ситуации, политическое обращение по ситуации в Украине, епископа Андрея Матюжова в пропитом состоянии. Здравствуйте, все мои подписчики, в 6 утра мне пришло сообщение, что российская армия начала бомбить города Украины, высветился уже, говорит, десант. Мы оказались, что мы уже живем во время войны, война она всегда несет не только убийство и горе, она несет разруху, что будет не знаю, но ничего хорошего не могу предположить. Думаю, что отключат интернет, думаю, что введут санкции, скорее всего, вклады, которые россияне имеют в банках, потеряют, спишут на то, что война, сложное положение, можно сейчас все на фронт. Думаю, что российская церковь, она за все это время, она полностью поступила, как церковь во время Гитлера. Она молчала, она делала вид, что ничего не происходит. Конечно, позор этим священникам. Не знаю, что со мной будет, ребята. Уже сегодня смотрел, что из Сочи уже и в Москву начали отменять рейсы вылеты. В Сочи и в Адлер, и вот рядом вот эти города. Смогу улететь домой, не знаю. Что хочу вам сказать. Приготовьтесь к самому худшему, к самому сложному. Прямо приготовьтесь. Берегите своих детей, потому что если у Путина не получится блицкрика, Бог призывает резервистов, будет собирать мужчин, идти до конца. Мое понимание, что ему уже отступать некуда. То есть, как многие немцы поддерживали уже безысходность фюрера, если итальянцы и сдали своего Муссолини, то немецкий народ не сдал своего Гитлера. Не знаю, насколько безумно распространится и у нас в России. Но будут очень, очень, очень сложные времена. Однозначно. Война никогда не бывает без потерь. Поэтому молитесь и приготовьтесь, друзья. Но агрессор на самом деле, он против агрессии. Это вообще поразительно вообще. И человек, который осуждает боевые действия, убийства, осуждает, не осуждает, но пьянство, глубокое пьянство. Это вообще поразительно. Это каким-то образом. Я немножко на эту тему, друзья. Опять же, я не рассматривал, смотрите, еще раз скажу, ситуацию в Украине. Как, что, каким образом это, как на это Бог смотрит. Я эти вещи не рассматривал, потому что там надо, даже, друзья, просто внешне судит Бог вообще. Но не наше это дело, в принципе. Нам на духовные моменты надо смотреть. На духовные, чтобы быть покаянным, быть в вере, чтобы Господь избавил от грядущих бедствий. А не смотреть, кто прав, Рим или Британия. Когда Рима-Парфянская война была, там не то, что агрессия Рима, там две взаимные агрессии были на территории Армении. Мы не видим, что Павел тратил время на изучение, кто же Парфянское царство право, или вот Римская империя. Что он? Он не исследовал вещи, этим вещами не занимался. Поэтому ты можешь этим заниматься, как гражданский человек, имея гражданскую позицию, не тащи это в церковь, не тащи это в церковную среду. Церковь должна молиться вообще, но политике в церкви совершенно не место. Ты можешь иметь политическое мнение, да, как гражданин, но не как христианин вообще высказывает свое политическое время. Тем более не как фрис-фитер, старейшина, пастырь от церкви. Иисус умер на кресте, друзья. Христос пролил драгоценную кровь, чтобы все мы были спасены. Пусть Бог спасет людей в Украине, пусть Бог спасет людей в России. Иисус Христос пролил свою кровь, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Давайте молиться, молитесь, чтобы избавиться от бедствий, которые грядут. Избавиться от грядущих бедствий, войны, кровопролития и смерти. Нужно молиться, молиться Господу, нести Евангелие, двигаться в духе, а не быть политиканами в церкви. Иисус воскресец из мертвых для нашего оправдания. Всех благословляю. Пишите ваше мнение. С Богом!